Гармония, красота и справедливость — это то, что каждый может принести в этот мир. Но некоторые из нас способны менять его кардинально и по-крупному. Причем для этого не нужны и чемоданы денег, особые связи в нужном министерстве или крупная взятка должностному лицу. Сейчас вы увидите изобретения, которые на первый взгляд очень простые и кому-то могут даже показаться бесполезными. Но, как знать, возможно, в будущем они кардинальным образом изменят наш мир. Ведь уже сейчас они помогают миллионам. Итак, поехали. Ледяные ступы против засухи Башни изо льда помогают жителям Гималаев приспособиться к изменениям климата. Их создает индийский инженер Санам Вангчук. Он проложил сифонный трубопровод от горной реки к одной из деревень. Вырываясь под давлением из вертикальной трубы, словно гейзер, вода замерзает, образуя 20-метровую ледяную башню, напоминающую буддийское святилище — ступу. Весной такая ступа тает, орошая сухую землю. Система легко масштабируется, и тогда инженер проложил трубопроводы еще для 50 башен, ну а в конце 2016 года Санама пригласили в Швейцарию для создания ледяной ступы. Проект успешно реализован, и сегодня компания занимается повсеместным возведением ледяных башен по всему миру. Железная рыбка против анемии Камбоджийская компания изготовила рыбку, способную бороться с дефицитом железа, которая из-за неполноценного питания встречается у трех с половиной миллиардов человек. Казалось бы, бесполезное изобретение. Рыбки изготавливаются в Камбодже из металлического лома, который проходит проверку на качество. При варке она высвобождает железо, которое потом попадает в организм. В основном такой недостаток железа обусловлен скудным рационом, который не включает красное мясо и овощи. И для Камбоджи это особенно актуально, поскольку более половины населения живет менее чем на 2 доллара в день. Может быть для жителей России тоже изобрести какую-нибудь рыбку, только не железную, например, с витамином D. Ведь согласно заключению Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, у 80% россиян выявлена острая нехватка этого важного элемента. А теперь перейдем к цифровым технологиям. Raspberry Pi – компьютер для самых бедных. Для многих бедных людей главной проблемой при покупке компьютера является его относительная большая цена, но с появлением этого компьютера для самых бедных такая проблема перестает быть актуальной. Этот максимально дешевый компьютер создан британским программистом Дэвидом Брэбаном. Устройство представляет собой небольшую плату размером с банковскую карточку. В ней можно подключать внешние устройства, в том числе и сетевой кабель. Raspberry Pi имеет процессор с тактовой частотой 700 МГц и постоянную память на основе флеш-карты. Стоимость такого компьютера составляет 25 и 35 американских долларов в зависимости от модификации. А вот другой гаджет. Килгарис Проджект. Электронная книга вместо учебников. Электронные книги для учеников из бедных стран дешевле 100-долларовых планшетов, а самое главное, в одной такой электронной книге могут храниться все учебники по всем предметам за все годы обучения, а экономичность позволяет бороться с хронической нехваткой электричества. Теперь о футболе. Домашняя электростанция в футбольном мяче. Группа студентов придумала способ, как вырабатывать электричество для собственных нужд. Смогут даже дети. Они создали футбольный мяч, который генерирует энергию прямо во время игры. Час игры в футбол может обеспечить человека светом на вечер. Более того, с помощью этого устройства можно также заряжать мобильные девайсы, телефоны, электронные книги, планшеты и компьютеры. Удобный водовоз. В сельских районах часто приходится ходить за много миль для того, чтобы набрать воду. Это утомительно и занимает очень много времени. Решить эту проблему может водяное колесо. Оно имеет емкость 45 литров, а толкание колеса требует намного меньше усилий. Также оно достаточно прочно для использования даже на пересеченной местности. Благодаря большому объему и простоте использования это экономит много времени и энергии. Казалось бы, это настолько просто, что нет смысла об этом рассказывать. Но скольким тысячам бедняков это реально облегчило жизнь. Соломинки-фильтры. Это устройство снабжено фильтром из специального волокна и работает по принципу коктейльной соломинки со встроенной системой очистки, превращая любой мутный водоем в живительный источник. Такое изобретение весьма актуально для регионов, жителям которых не хватает воды. Также его можно взять с собой в длительный поход, где питьевой воды может просто не быть. Самодельный солнечный насос. Сегодня на Земле 780 миллионов человек испытывают нехватку чистой питьевой воды, и большая часть их проживает в развивающихся странах. Еще одно устройство, которое помогает решать проблему нехватки чистой питьевой воды, этот насос не требующий технического обслуживания, как другие подобные агрегаты. Легко изготовить и собрать своими руками в любой точке мира. Насос работает полностью от солнечной энергии. Он может извлекать воду с глубины до 90 метров, делая это даже в пасмурные дни и ночью, так как в нем предусмотрен ручной привод. Укрытие Hexayurt. Доступное жилье или пристанище является еще одной большой проблемой в более бедных частях мира. Решил ее один инженер, который придумал инновационное изобретение – укрытие Hexayurt. Оно может быть построено с использованием общедоступных строительных материалов и стоит меньше, чем палатка. Его легко построить и собрать обратно. Также оно может быть упаковано для транспортировки. Растущая обувь. Миллионные бедных семей либо не могут позволить себе купить обувь детям, либо покупают, но крайне плохого качества. Но изобретение обувь, которая растет, поможет решить эту проблему. И теперь у бедных общин появилась доступная обувь длительного использования. Она сделана из простых материалов, легко чистится и обслуживается. Трансформируется аж до пяти размеров. Это означает, что одна пара обуви может носиться до пяти лет. Лампа на соленой воде. Из-за отсутствия источников энергии во многих бедных и сельских районах мало чем можно заняться после захода солнца, к примеру, почитать книгу. Но инженер Айса Межена придумала соорудить на основе соленой морской воды светодиодный фонарь-ламп, который решал бы проблему. Изобретение не зависит от батареи, не требует вредных веществ типа керосина, а требует лишь две столовые ложки соли в стакане воды. Лампа может гореть в течение восьми часов и даже заряжать другие устройства. WaterSeer. Устройство использует метод обычной конденсации для получения питьевой воды из атмосферы. Питается такое изобретение энергии от простой ветряной трубины. Может обеспечить до 11 литров воды без привлечения внешних источников питания, а также работать десятилетиями, обеспечивая людей чистой питьевой водой. Морская урна. Это автоматизированное устройство собирает плавающие на поверхности воды отходы, мусор, нефть и горючие химикаты. Собирает оно это все в специальную сумку из экологичного волокна. Как это работает? Сибин урна располагается на поверхности воды, к ней проводится трубопровод от насоса на берегу. С помощью него вода пропускается через фильтр, а чистая вода отправляется обратно. Рассчитано изобретение на применение для портовых доков, частных водоемов, озер и водных путей. Конечно, это не решение проблемы, ведь на планете, где деньги и прибыль главная ценность, в океанах плавают уже даже не острова, а целые континенты мусора. Но об этом чуть позже. Турбулент гидро. Солнечные батареи и вентиляторы зависят от погоды и не работают круглые сутки. А вот вихревая гидротурбина от австрийской компании может быть установлена на большинство рекоканалов. Она преобразовывает мощность малой реки или горного маловодного ручья в электричество. Вблизи русла выкапывается рукав, по которому вода попадает в цилиндрический колодец с установленной на нем турбиной. Вся часть искусственного русла забетонирована. Падающая вода в турбине создает вихревой поток. Стоит отметить, что вращающиеся лопасти турбины безопасны для рыб и прочих водных обитателей. Построить такую установку можно за неделю. Есть довольно много прототипов мини-гэс, которые собирают изобретатели самородки в нашей стране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok на планете, на которой в одной ее части в развитых странах выкидывается в мусорку 40% всей произведенной еды, а в другой ее части люди умирают от голода. Мы регулярно рассказываем вам про планы мировых элит, но действительно ли они заинтересованы в уменьшении количества людей на Земле, или это бред конспирологов? Давайте вспомним такой факт. В 1947 году основатель ЮНЕСКО осторожно сказал, что надо остановить демографический рост, и его с треском отстранили за отсутствие гуманизма. Ну а на последней конференции ООН было сказано открытым текстом, что нужно уменьшить численность населения, и была сказана еще одна фраза – сократить потребление. Но чье потребление нужно сокращать? Африканцев, которые и так умирают с голода? Индийцев, где и так высокая смертность? Какова философия всемирно известной организации World Wide Forum, оно же общество защиты дикой природы? Они откровенно говорят, что нужно защитить природу от человека, наполнить слишком большое население, и нужно уменьшить антропогенное давление. А действительно, многие ли из вас, смотрящих это видео, готовы признать себя лично и своих детей лишними с точки зрения постиндустриальной эпохи. Это в индустриальную эпоху нужен был большой рабочий класс, чтобы обслуживать производство, и средний класс, чтобы поддерживать экономику. Но постиндустриальная эпоха этого не требует. Вкалывают роботы, а не человек. В ближайших выпусках будем рассматривать эти темы подробнее, так что рекомендуем подписаться, если вы еще этого не сделали. А пока можете посмотреть комментарии. Благодарим за оценку видео и до встречи на нашем канале.